Спонсор рубрики «Что есть?» сеть магазинов «Семья» и новый бренд прямых поставок «Фэмили Чойз». То, что гречневая каша полезна, мы помним с детства. Мало каши ел, ни в чём не преуспел. Но согласитесь, о гречневой муке знания наши уже скромнее. О гречневой лапше тем более. Даже если мы примечаем её на магазинной полке, вердикт всё тот же дороже по сравнению с гречкой. Но здравствуйте, дорогие друзья, и справедливости ради всё-таки отметим. Не запредельно дорогое это удовольствие – гречневая лапша, чтобы отказать себе в удовольствии готовить, пробовать и рассказывать. Что самое интересное, обо всех трёх продуктах можно с лёгкостью говорить одно и то же и не сомневаться, а вдруг что-то окажется неправдой. Как гречневая крупа – одна из первых в рейтинге по полезным свойствам, а всё из-за большого содержания в ней необходимых нашему организму микроэлементов, витаминов и минералов, витамины группы В, витамин Е, железо, медь, фосфор, йод и кальций, так и мука и лапша могут похвастаться этим же полезным набором. Более того, гречка – уникальный продукт и тем, что в ней содержится большое количество растительного белка, который хорошо усваивается организмом и не откладывается про запас. Да уж, каких только диет нет на гречке, что-то там с кефиром, что-то с овощами. С гречневой лапшой не совсем та же история, но, несмотря на калорийность, очень похожая. Дело в том, что в 100 граммах гречневой лапши содержится почти 350 килокалорий. Весомо. Но некие активные вещества так благотворно действуют на обменные процессы, что и этот продукт безоговорочно относит к диетическому питанию. Более того, регулярное потребление гречневой лапши способствует снижению уровня вредного холестерина и даже нормализует давление. Все еще думайте о цене вопроса. Если это принципиально, гречневую лапшу, да как и пшеничную, можно приготовить и дома, было бы время. Мука гречневая, мука пшеничная в пропорции 2 к 1 плюс вода. Не нашли гречневую муку, тоже все поправимо. Можно разбить в блендере гречневую крупу. Но это все понятно под знаком, не созданным и для легких путей. С готовым продуктом все гораздо легче, быстрее и тоже вкусно. Гречневая лапша с овощами и куриной печенкой. На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанный лук, морковь, сельдерей с добавлением тертого корня имбиря, соли и перца. После чего добавить куриную печенку и отваренную отдельно гречневую лапшу. Прилить соевым соусом, готовить еще минут 10, подавать с зеленью. К слову, тот факт, что гречневая каша стала популярна у нас, а гречневая лапша на Востоке, в Японии и Китае, лично мне кажется очень интересным и даже заслуживающим отдельным разговором. А почему? Что ж, надо бы как-нибудь к этому обязательно вернуться. Ну а пока приятного вам аппетита, приятных открытий, приятного дня. С вами была Жанна Соловьева. Пока.